Вычисление пределов. Найдите предел дроби при х, стремящемся к нулю в числителе арксинус х в знаменателе х. Перепишем предел при х, стремящемся к нулю, дробь в числителе арксинус х в знаменателе х. Сделаем замену. Арксинус х заменим на t. Пусть арксинус х равен t. Что такое арксинус? Арксинус это такой угол, мы его обозначили через t, в пределах от минус π на 2 до π на 2, синус которого равен х. То есть получается по определению арксинуса, синус угла t равен х. Причем если х стремится к нулю, то угол в пределах от минус π на 2 до π на 2, а t именно в таких пределах должен находиться, так как именно он равен арксинусу. Так вот, то угол от минус π на 2 до π на 2 в таких пределах только один. Это t равное нулю. Это значит, если х равно нулю, то t равно нулю. Таким образом, при х стремящемся к нулю, t будет тоже стремиться к нулю. То есть новая переменная t будет стремиться к нулю после нашей замены. t стремится к нулю. Ну и теперь у нас есть все, чтобы подставить в наш предел. Тогда предел будет иметь следующий вид. Предел. При t стремящемся к нулю. Вместо арксинуса х у нас будет t. Вместо переменной х у нас будет синус t. Такой предел мы уже находили на одном из прошлых занятий. Ну или кто забыл, могу напомнить. То есть мы либо можно сразу заменить по формуле, по таблице замены эквивалентных бесконечно малых. То есть синус t является эквивалентной бесконечно малой t. То есть синус t и t это эквивалентные бесконечно малые. Значит их можно заменить друг на друга. Либо мы находили без замены, а именно делением на t. То есть мы числитель поделили на t, знаменатель поделили на t. Тогда в числителе t на t сокращается будет единица, а в знаменателе будет синус t делен на t. Потом предел частного равен частному пределу. В предел единицы так и остается единица. А предел знаменателя это первый замечательный предел. Он равен единице. То есть таким образом у нас получился данный предел равен единице. Итак, что же в итоге получилось? В итоге получилось, что предел для чего? Вот в принципе это уже есть окончательный ответ. То есть наш предел, тот который нам нужно было найти равен единице. На этом можно было бы остановиться, но я хочу сразу из этого предела записать еще одну пару эквивалентных бесконечно малых при х, стремящемся к нулю. При х, стремящемся к нулю, арксинус х стремится к нулю, значит является бесконечно малой. И х тоже стремится к нулю. Получается мы имеем неопределенность вида 0 на 0, мы ее раскрыли, у нас получилась единица. То есть предел отношения двух бесконечно малых равен единице. А это значит данные бесконечно малые являются эквивалентными. И мы сейчас эту пару запишем. Новую пару эквивалентных бесконечно малых. Арксинус х деленное на х у нас получилось равно единице. Отсюда следует, что арксинус х является эквивалентной бесконечно малой к переменной х. Х при х, стремящемся к нулю. Это еще одна пара эквивалентных бесконечно малых. То есть в будущем под знаком предела мы сможем арксинус х заменять на х. Сразу хочу сказать, вот если у нас будет не арксинус х, а предположим арксинус kx. Тогда арксинус kx мы сможем заменить на kx. То есть получается, почему? Потому что если х стремится к нулю, тогда вот эта новая переменная kx равная t тоже будет стремиться к нулю. И тогда у нас получается арксинус t эквивалентен t. А значит если даже t будет равно kx, то значит арксинус kx будет эквивалентен kx. Таким образом, это еще одна пара эквивалентных бесконечно малых функций. Задача решена. Задача решена.